Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Мой внеочередной выход в эфир объясняется необходимостью разъяснить кое-что, происходящее на просторах интернета в последнее время, а также напомнить о возможности задавать любые интересующие вас вопросы по адресу news.rsvedefisystems.com В самом конце прошлой недели я опубликовал на наших ресурсах статью под названием «Снова грабли или», в которой рассказывал о том, что буквально на днях основатель интернет-ритейлера Amazon миллиардер Джефф Безос высказал практически самую главную мысль Анатолия Эдуардовича Юницкого, которая лежит в основе самого глобального его научного проекта, а именно необходимость вынесения тяжелой индустрии в космос для того, чтобы спасти Землю. Опять же, в той статье я напомнил, что в конце прошлого года Совет по высотному строительству присвоил звание лучшего небоскреба 2015 года сооружению высотному в Милане под названием «Bosco Verticale», то есть вертикальный лес, который как будто бы прямо спроектирован для того, чтобы стать частью линейного города, части струнных технологий. Также в этой статье я коснулся того факта, что еще один миллиардер и суперменеджер Илон Маск в свое время высказал идею создания высокоскоростного транспортного средства, которое будет передвигаться в вакуумной трубе на эстакаде, и что именно с этого начинал 40 лет назад проектирование своей транспортной системы Анатолий Эдуардович Юницкий. Правда, позже он нашел более простое, надежное и безопасное решение для наземного транспортного средства, а передвижение в вакуумной трубе он считает более подходит для общепланетного транспортного средства, того самого небесного колеса, о котором когда-то и был снят советский фильм. Так вот, эти самые слова, эта самая статья и вызвала те споры, которые мы сейчас с вами и обсудим. Более того, такое впечатление, что наблюдается эффект дежавю, ибо нечто подобное наблюдалось в 1982 году, более 30 лет назад, после того, как появились первые отклики по данной теме. Позволю себе процитировать некоторые из современных критических замечаний. Общепланетное транспортное средство работает на атомной энергии, а это очень опасно. Общепланетное транспортное средство непременно собьет какая-либо гайка из космического мусора на орбите или самолет в облаках, и против этого ничто не спасет. Проще гору насыпать высотой 200 километров и таким образом решить все геокосмические транспортные проблемы. Кольцо общепланетного транспортного средства нестабильно и обязательно сдвинется вбок до касания Земли и так далее. Либо тролли измельчали, либо образование в советское время было посолиднее, пофундаментальнее. Но давайте сравним это с тем, что писали в те годы. Позвольте мне опять несколько цитат. Общепланетное транспортное средство нестабильно, при этом не учтено влияние солнечного ветра и гравитации Луны. Земля — не идеальный шар, а геоид, имеющий сложную форму, что дестабилизирует кольцо общепланетного транспортного средства. Проще построить лестницу в небо — космический лифт. Не хватит металла, чтобы построить такое колесо, не хватит энергии для функционирования общепланетного транспортного средства, ну и наконец наблюдались такие курьезы, как юницкий немецкий шпион и юницкий сын Циолковского, потому что он Эдуардович, а имя и фамилии у него выдуманные. Ну, судя по отчествам, юницкий может быть скорее братом, чем сыном Циолковского. И нынешние, и прежние критики, похоже, знают об общепланетном транспортном средстве только его название. Так вот, всем рекомендуется к изучению научная монография инженера Юницкого «Струнные транспортные системы на Земле и в космосе», которая была написана еще в 80-е годы прошлого века, где физическим и математическим языком объясняется необходимость вынесения индустрии, по крайней мере, тяжелой ее части, за пределы Земли в космос, в ближний космос. Так вот, еще до того, как приступить к созданию, к проектированию транспортного средства общепланетного, на 151-й странице в главе под названием «Необходимость индустриализации космоса» инженер Юницкий обосновал необходимость ее. Вот, пожалуйста, вашему вниманию эта страница. Затем на странице 154-й Анатолий Дарович обосновал все инженерные расчеты в главе «Выбор критериев индустриализации космоса». И сами инженерные расчеты, в том числе и по экологии и индустриализации, приведены на странице 159-й, в главе которой называется «Законы сохранения применительно геокосмическому транспорту». У меня в руках редкое издание, которое достаточно тяжело найти. Тем не менее, всем желающим можно ознакомиться с данной монографией в интернете. Она есть в свободном доступе, и в комментариях к этому видео мы указываем все необходимые ссылки. Всем специалистам, если можно так выразиться, с постсоветским образованием рекомендуем внимательно изучать и по возможности конспектировать данную монографию, для того, чтобы потом можно было со знанием дела изучать и критиковать, а также не спровергать при возможности все, что здесь и вот в этой литературе написано по данному поводу, а не высказывать какие-то собственные измышления, вызванные воспаленным воображением. Тогда мы с вами поговорим со знанием дела. Для тех же, кто не в состоянии загрузить в себя эту информацию с помощью чтения, можно дать совет воспользоваться методиками, изложенными как в Библии, так и в классическом искусстве, или же в современном, ну, относительно современном, по крайней мере, весьма популярном кино. Удачного изучения! Удачного изучения! Удачного изучения!